Между тем, число новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки снова бьет рекорды. За сутки в стране зафиксировано почти 145 тысяч заражений ковид. Возросло также и количество госпитализаций. На сегодня на лечении находится свыше 65 тысяч коронавирусных больных. Рост зараженных отмечается в штате Нью-Йорк, в связи с чем власти там ужесточили ограничительные меры. Среди них запрет на собрания и на семейные торжества группами больше 10 человек. Всплеск заболеваемости эксперты связывают с похолоданием. Тем временем число летальных случаев в Великобритании превысило отметку 50 тысяч. Страна стала одной из первых в Европе, превысившей этот показатель. Распространение вируса не удается сдержать, несмотря на жесткие ограничительные меры. Вакцинация британцев от коронавируса может начаться уже в середине декабря. Об этом сообщил один из соучредителей компании BioNTech, разработавшей совместно с Pfizer вакцину от COVID-19. При этом, по словам эксперта, даже с этим препаратом в нормальное русло жизнь британцев вернется только в середине следующего года. А в Испании на улицу вышли десятки работников гостиничного бизнеса. Люди выступают против решения властей об ужесточении ограничительных мер. Напомню ранее, в нескольких регионах Испании из-за всплеска заражений был введен комендантский час. Закрыли кафе, рестораны и магазины. Решением остались недовольные и местные предприниматели. Это несправедливо все, что сейчас происходит, потому что есть сферы, пострадавшие от вируса гораздо сильнее, чем рестораны и бары. Нам никто не помогает, а не позволяет нам умереть, не предлагая никакого решения. Продолжение следует...